Американские журналисты хотели посмеяться над кандидатом в президенты, который не знал, что такое Алеппо, а в итоге теперь смеются над ними. В критике журналисты допустили фатальный просчет. Они сами забыли, что такое Алеппо. Причем сделали это дважды. Ну, обо всем по порядку. Бывший губернатор штата Нью-Мексика, кандидат в президенты США Гэри Джонсон в интервью одному каналу признался, что не знает, что такое Алеппо. Что вы будете делать с Алеппо, если вас выберут? С чем? С Алеппо. А что такое Алеппо? Вы шутите? Нет. И тут понеслось. Популярная в штата газета Нью-Йорк Таймс написала разгромный материал про политику. В этой статье издание сообщило читателям, что Джонсон к своему стыду не знает, что вообще-то Алеппо, это же всем известная столица Сирии и неофициальная столица ИГИЛ. Ну, а потом кто-то подсказал незнающим, что правильнее сказать, что Рак – главный город для ИГИЛ. Авторы исправились и добавили. Предыдущая версия статьи ошибочно, но ведь это не все. Беда в том, что Алеппо также и не столица Сирии. Поэтому Нью-Йорк Таймс пришлось написать еще одно исправление. Да и в Штатах вообще мало что знают про сирийские события, а то, что и знают, да и то неправда. Британский журналист Нью-Йорк уличил Запад во лжи вокруг войны в Арабской республике и привел доказательства. Во-первых, личность президента Асада. За океаном уверяют, что именно он развязал конфликт. Но на самом деле это не так, пишет журналист. Асад столкнулся с жестким восстанием террористов, многие из которых прибыли в Сирию за границы. И то, что Асад не пользуется народной поддержкой – тоже ложь. Действующего лидера поддерживает большая часть населения Сирии. Он легитимный избранный президент. Ну и главное – Запад преподносит свое присутствие в Сирии как благое дело. Якобы, если не Вашингтон, не существовала бы Сирия вообще. Нил Кларк уверяет, что именно вмешательство Запада, ну а точнее финансирование и снабжение оружием сирийской оппозиции, привело к тому, что боевики стали действительно сильной террористической организацией.